В Тверскую область на смену аномальным морозам идет резкое потепление. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается температура, которая будет значительно выше нормы. Такие погодные метаморфозы особенно остро ощущают на себе метеочувствительные люди, причем и с повышенным, и с пониженным артериальным давлением. В их случае стоит особое внимание уделить своему здоровью. Как помочь себе в такие дни, каким продуктам сказать «нет» и какая погода ожидают жители Твери, подробно об этом в нашем следующем репортаже. Антициклоны или повышенное атмосферное давление обычно приносят с собой в зимнее время сильные морозы и ясное небо без осадков. Антициклон обычно сменяет теплый атлантический циклон. Его визит сопровождается понижением давления. В ближайшие дни в регионе после затяжных морозов вновь прогнозируют потепление. Днем температура воздуха прогреется до плюс 5 градусов, что значительно выше нормы. Что касается следующих дней, то также будет неустойчивая погода. Будет сохраняться все-таки такой вот относительно теплый фон температуры. С временами будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Ну и если брать так в общем, основной фон температуры в ночные часы где-то около нуля. Ну скажем так, минус 2 плюс 3 градуса. Днем, естественно, потеплее. Где-то 0 плюс 5 градусов. Как долго будет тепло, прогнозировать рано. И будут ли еще сильные морозы, синоптики пока не берутся комментировать. У здоровых людей организм легко подстраивается под такие климатические качели. Чего не скажешь о метеозависимых. Мы поинтересовались, как на жителях Твери сказываются капризы зимы. Я инвалид, реагирую. А как проявляется? Ну, голова иногда не слушается меня. Иногда я не слушаюсь голову. Нет, у меня нет никаких проявлений. Все нормально. Бывает иногда. Главное, наверное, это и у молодых бывает. Главное боль – давление. Вот как спасаетесь? Мятный чаек, сахар, медик. У меня давление скачет и высокое, и низкое. Было тяжело, конечно. Здесь работает взаимозависимость атмосферного и артериального давления. Антициклон давления выше, циклон ниже. Гипертоники – люди с повышенным артериальным давлением и гипотоники с пониженным. Одинаково тяжело реагируют на климатические качели. В основном подвержены метеозависимости, метеочувствительности, конечно, люди с ослабленным иммунитетом, люди, имеющие хронические заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания, иммуносупрессивные какие-то состояния, расстройства стороны вегетососудистой системы. Гипертоники чаще всего на пороге погодных метроморфоз ощущают головную боль, учащенное сердцебиение. Гипотоники – головокружение, слабость, тупую давящую боль в области затылка и висков. Обычно такие пациенты наблюдаются у врача. А в периоды смены погоды стоит контролировать артериальное давление, выполнять назначение специалиста, принимать препараты. При необходимости своевременно обращаться за помощью к медикам. А вообще лучше всего соблюдать здоровый образ жизни и принимать комплекс витаминов. Правильно питаться, избегать провокационных моментов в плане того же питания. Гипертоники знают, что избыток поваренной соли в питании может провоцировать повышение температуры. Избыток жирной пищи, гиподинамия, отсутствие двигательной активности. В такие дни к продуктам нужно быть особенно внимательным. Помнить, что кофе, крепкий и зеленый чай повышают артериальное давление. То же самое мясные и рыбные бульоны. Не стоит забывать, что к тому же потепление – также период, когда начинают активизироваться всевозможные вирусы. Потому абсолютно всем и даже тем, кто от климатических кольчелей независим, рекомендуют в такие периоды одеваться по погоде и соблюдать меры индивидуальной защиты. Носить маски и не забывать про антисептики. А лучше всего заранее позаботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию от инфекционных заболеваний, в том числе и от коронавируса.